МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава Республики отметил, что для каждого это возможность исполнить патриотический долг, проверить себя, обучиться военным навыкам и получать за это зарплату. Это не постоянная служба, которая при этом дает льготы при поступлении в военные вузы и бесплатное медицинское обеспечение для вас и ваших членов семьи в военно-медицинских организациях. За резервистом сохраняется рабочее место и заработная плата, а предприятию, с которого он направлен на сборы, компенсируются финансовые затраты на весь период привлечения. Также Батухасиков подчеркнул, что знания и навыки, полученные в ходе сборов, будут востребованы во многих отраслях, которые сейчас развиваются в республике. Батухасиков дал старт первому этапу подготовки сборной России по кикбоксингу, чемпионату мира в Италии. Накануне в Калмыкии стартовало межсезонное летнее тренировочное мероприятие спортсменов, входящих в состав сборных команд России по кикбоксингу. В нем принимают участие около 100 спортсменов. Глава Республики в приветственном слове отметил, что теперь кикбоксингу будут уделять больше внимания, так как в этом году этот вид спорта присоединился к Олимпийскому движению. Отдельную благодарность глава региона выразил Министерству спорта и молодежной политики Республики Калмыкия за организацию комфортных условий для спортсменов. Также он поблагодарил региональный Роспотребнадзор и Минздрав за рекомендации по всем мерам предосторожности. Мы большая и мощная команда, обязательно добьемся успеха. Кстати, небольшой вклад в федерацию кикбоксинга в развитие туризма в Калмыкии по Чешмолу-Батухасиков. Накануне в России отметили День работника строительной отрасли. Поздравление по этому поводу направил глава Республики Батухасиков. Вот что в нем говорится. Благодаря работе специалистов отрасли появляются новые дома, улицы, школы, детские сады, больницы. Вы вносите большой вклад в развитие и благоустройство России и создаете инфраструктуру нашей страны. Он также сообщил, что сейчас идет активная работа в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и индивидуальной программы развития Республики. Кроме того, Калмыкия также стала участником программы «Стимул». Благодаря проведенной работе вырос объем жилищного строительства, и наш регион стал лидером России по доступности жилья в 2020 году. По сравнению с 2018 годом на 37% увеличился показатель индекса качества городской среды. И еще Калмыкия вошла в 37 регионов страны, где обеспечена стопроцентная доступность детских садов. Эта сфера требует высоких компетенций и профессионализма. У нас есть традиции и мастера своего дела. И важно, чтобы их опыт и знания переходили к молодому поколению специалистов, подчеркнула Батухасиков. Сейчас к эпидемиологической ситуации в регионе, согласно последним данным Республиканского Минздрава, выявлено 111 новых случаев инфицирования COVID-19. 84 человека выписаны с выздоровлением. В тяжелом состоянии на сегодняшний день 35 пациентов, в том числе 15 на ЭВЛ. Два человека за последние сутки скончались. В 840 жителей Калмыкия получают лечение в инфекционных больницах и 3863 в режиме домашней изоляции. Продолжаем выпуск. Прокуратура города возбудила уголовное дело по факту вырубки деревьев в листе по улице Клыково. Установлено, что 11 деревьев возрастом от 20 до 40 лет были спилены без специального разрешения администрации листы. По оценкам, ущерб составил более 90 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки следственным органам Управления МВД России по городу Элиста возбуждено уголовное дело по пункту Г части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это незаконная рубка, а равноповреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников, если эти деяния совершены в крупном размере. Ход расследования уголовного дела поставлен прокурором столицы на контроль. Другим темам врач-иглорефлексотерапевт, кандидат медицинских наук Дольган Лиджиев, покоривший Северный полюс в экспедиции известного путешественника Федора Конюхова, ответил на вопросы журналиста в ходе брифинга Нария Калмыке. «Наш земляк, который долгое время живет и работает в Москве, ведет активную жизнь. Он не только путешествует, но и снялся в нескольких художественных фильмах и сериалах. Занимается горными лыжами, дайвингом, сноубордингом, трекингом и практической стрельбой. В 2012 году Лиджиев участвовал в летних паралимпийских играх в Лондоне в качестве врача паралимпийской сборной команды России. Восточной медициной и иглорефлексотерапией Дольган Лиджиев начал заниматься в 1983 году, будучи студентом Горьковского медицинского института имени Кирова. Благодаря его методам лечения поправить здоровье смогли десятки тысяч пациентов со всего мира. Дольган Лиджиев – основатель калмыцкой энергетической и дыхательной гимнастики. В настоящее время им готовится цикл лекций по восточным практикам. Реабилитационно-восстановительные центры доктор восточной медицины открыл на Тяньшане, Алтайбе и Калий совсем скоро, планирует создать и в Калмыкии. Ну а экспедиция на Северный полюс – это своеобразный эксперимент, который помогает совершенствовать свои знания. Понимание Северного полюса – это что? Это когда меридианы все сходятся, и там получается, ну вот, если взять, то часовых поясов там нет. В восточной медицине каждые два часа какой-то один из каналов передает, делегирует энергию. Для меня было интересно, как будет реагировать организм на точки, где абсолютно ноль, где не меняются каналы. Температура у меня опускалась до 35,4. Понимая, что ко мне на лечение приезжают люди именно с северных областей, и с определенным диагнозом действовать в плане лечения я должен несколько по-другому, с учетом того, что они проживают и родились именно ближе к холоду. В Национальном музее имени Пальмова в онлайн-формате открылась передвижная выставка, посвященная столетию со дня рождения выдающегося ученого-физика Андрея Дмитриевича Сахарова. Он известен как создатель водородной бомбы, гуманист, обладатель Нобелевской премии мира 1975 года за свою борьбу за права политических заключенных и отмену смертной казни. На 18 стендах представлены фотографии и документы из фондов архива Сахарова музея и библиотеки Сахаровского центра, информационных агентств и частных коллекций. В течение года выставка охватит 70 регионов страны. В Калмыкии она пробудет до 6 сентября. Эта выставка к нам поступила в рамках празднования столетия нашего музея в этом году. Задумано очень много проектов, в том числе и обменных выставок передвижных, стационарных. Вот одна из выставок, как раз выставка, посвященная жизни и творчеству выдающегося ученого-физика Андрея Дмитриевича Сахарова. Выставка очень интересна тем, что она представляет не только биографию, историю жизни, научных открытий Андрея Дмитриевича Сахарова. Но мы и здесь прослеживаем интересные этапы истории и нашего государства. В ноябре состоится учение Его Святейшества Далай-Ламы XIV для буддистов в России. Об этом сообщил почетный представитель Далай-Ламы в России, Монголии и странах СНГ Телла Тулку Ринпочи. Мероприятие пройдет 4 и 5 ноября текущего года. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в этот раз учения духовного лидера снова пройдут в режиме онлайн. Основной темой станет объяснение фундаментального трактата Майтреи. В ближайшие дни будет объявлена регистрация и опубликована полная программа, в которую войдут также поясницные лекции ведущих буддистских наставников, художественные и документальные фильмы о жизни и благой деятельности духовного лидера. Организаторами мероприятия традиционно выступают центральный хрул Калмыкии, Золотая, Абитсель, Будды, Шакьямуне, буддистский центр Бурятии, Ринпочи, Бакша, Объединение буддистов, Тувы и Московский фонд содействия сохранению культурных и философских традиций тибетского буддизма. Сохраним Тибет. И последнее. Стартовал прием заявок на всероссийский грантовый конкурс «Молодой душой». Конкурс является уникальной инициативой в стране по поддержке добровольческих инициатив людей старшего поколения. Его ежегодно организуют ассоциации волонтерских центров при поддержке благотворительного фонда «Память поколений» и Министерства труда и социальной защиты России. В этом году предусмотрено два направления – волонтерские центры и социальные проекты. Победители получат гранты на реализацию своих проектов до 200 тысяч рублей. Помимо финансовой поддержки, авторы работ получат возможность обучения у ведущих экспертов в области серебряного волонтерства и сопровождения проекта со стороны организаторов. Заявочная кампания продлится до 30 августа. Онлайн-защита проектов финалистов конкурса пройдет с 14 сентября по 2 октября. Итоги конкурса подведут 5 октября. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в субтитровом вещании канала ОТР на 21 кнопке в IPTV.ru с телекомой и на официальном аккаунте в Instagram reacom.ru. На этом у меня все. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok